Приветствую вас, жители Земли! Меня зовут Настя, и это мой канал Мобзорка, где я обозреваю мобильные игры. Также меня можно найти в твиттере под тегом Мобзорка на английском или ника Настя на русском. Там я выкладываю микрообзоры по играм, ретвичу новости, общаюсь и не только. А сегодня у нас на поездке дня игра Хэйдэй Поп. Хэйдэй является популярной фермой от фирмы из Финляндии Supercell, создавший, помимо прочего, такие игры, как Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach и Brawl Stars. А Хэйдэй Поп являются игрой по мотивам. Игра в российском плеймаркете пока что отсутствует, но в Куап, ссылка в описании, она есть. Русского языка в игре, кстати, пока что нет, и неизвестно будет ли. Игра вертикальная. Игры с вертикальным положением экрана набирают все больше и больше оборотов, и я это приветствую. Графоний очень графонистый, скажу и вам, особенно трава. Минутка тишины, чтобы полюбоваться травой. Цель игры построить и украсить самую крутую ферму. В игре есть два параметра, которые надо развивать. Набор звезд и набор опыта. Это синие звездочки. Желтые звезды набирают для продвижения по этапам игры. Внизу справа показано, сколько звезд надо для следующего этапа. Если туда нажать, то можно увидеть, что дают в награду. Здесь есть один донатный момент. Без игрового пропуска получать вы будете только награду слева. Ну а вам дадут бесплатный пропуск на время прохождения интро сезона. В игре есть сезоны. Для цены, скорее всего, месяца два минимум. Так как начав игру в середине апреля и дойдя до сезона, я вижу название «Майский сезон. Ярмарочная площадь». Звезды в каждом сезоне обнуляются, как это произошло при переходе с интро на обычный сезон. Также набрав за сезон определенное количество звезд, вы сможете принять участие в гонке алмазной звезды. Я, скорее всего, не наберу столько звезд, терпения не хватит. Но в вопросах и ответах разработчики пишут, что у вас обнулятся звезды, и вы будете собирать звезды опять. На этот раз они будут чуть более блестящие, и ваше имя до конца сезона станет золотым. Нажав на кнопку «Играть», вы можете выбрать предметы для уровня. И нажав на цветной квадратик сверху слева, можно увидеть карту уровня и задание. Также, если кнопка «Играть» полосатая, то это означает, что уровень тяжелый, и вы потратите не одну жизнь или дополнительные пять ходов, чтобы его пройти. Поправочка. После последнего обновления обычный уровень отображается зеленой кнопкой. Если это тяжелый уровень, то кнопка будет золотистая. А теперь о цели игры. Украшения и расширения фермы. Все осуществляется путем покупки украшений, посадок и животных за золото. Сверху справа на каждом украшении написано, сколько опыта оно дает. Если нажать на самом верху, на уровень фермы, то вам будет написано, сколько очков опыта осталось до следующего уровня. Хотя после последнего обновления они решили это убрать и ставят только надпись. «Покупайте украшения, будет вам новый уровень». Уровни дают открытие новых зон, а новые зоны дают новые посадки и животных. Посадки и животные, раз в определенное время, у каждого время разное, дают случайным образом звезды, предметы, золото и алмазы. Поэтому их надо ставить в приоритет. Хотя золото там дают, знаете, пять-десять монет. Желтые звезды, помимо прочего, появляются и на вашей ферме, в земле. Их выкапывает собака. Обычно две штуки раз в какое-то время. Сказать точно не могу. Возможно, стоит заходить в игру раз в четыре часа. Также 30 звезд можно добыть каждые сутки. У вас появляется свинья-копилка, при выбору уровня она находится сверху справа. И набрав 30 звезд, она разобьется и даст еще 30 звезд. Также звезды можно добыть через друзей. Подключаете Facebook, у вас появляется много друзей. Как видите, мои социальные навыки, как всегда, оставляют желать лучшего. У меня всего два друга, и то NPC. Если какой-либо из друзей у вас отображается золотистым, значит, можно зайти к нему на ферму и там найти скрытую звезду. Игровой процесс достаточно прост. У вас есть определенное количество ходов, за которые надо успеть выполнить цель миссии. В два или более одинаковых квадрата тыкаете пальчиком, и со звуком «поп» они лопаются и исчезают. Заработав даже одну звезду и получив победу, вы начинаете счетчик победы. При подготовке к уровню, если нажать на медаль «побед» снизу слева, то можно увидеть, какие предметы будут на уровне. Это хлопушка, динамит и звезда. Так что если вы соберете эту и все три звезды на уровне, то за один этап заработаете четыре звезды. Уже хорошо. Всего вам доступно пять жизней. Если потеряете одну, то она будет восстанавливаться полчаса. Также жизни могут давать в подарках. Что же в итоге? Красочная, вертикальная игра по мотивам одной из самых популярных ферм, с возможностью отстраивать и украшать, как вашей душеньке угодно. У меня на такого типа игры терпения особо не хватает. Но если вам такое нравится и есть терпение, то игра для вас. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok